Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая копия, она вся в какой-то конструкции, начиная с ног вверх идет рот, даже как-то у нее искажен. Конструкция, да? Тяжелая, да. Хорошо, дайте ей восстановительные потоки или поднимем так? Лучше успокоительные. Хорошо, включаю, даю ей поток, успокоительная энергия 1, 2, 3 и биоробот поступает этот поток на время работы нашей. Защищаем мы физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолютом. Берем Татьяну в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Татьяны поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Татьяну, интересуемся готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам свое биополе наперед сеанс. Она хочет кивать, но ее голову держит эта конструкция и рот у нее как на распорках раздвинут. Кто же ты такое сделал? Сейчас будем разбираться, Татьяна. Я полагаю, согласие есть ее, да? Телепатически может передать. Но она не может двигать, то есть она хочет головой кимнуть, но не может она глазами показывает. Хорошо, скэнер, просканируй сейчас Татьяну, отключи и выведи эту конструкцию вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Все, что связано с этой конструкцией, отключается безболезненно, выводится из ее биополя. Как это все выйдет? Силой мы его намерили, я это отправляю сразу в клетку-тюрьму. Пошел процесс. У нее с ног снимаются сапоги какие-то как железные, тяжелые, половянные. Ноги, хорошо. Но они полностью дальше идут вверх, под ключ к голове, как куб, который держит ее голову, плечи. Это уже купирование. Дальше тело сжимает. Хорошо. Она раньше была легкая, а потом из-за этой конструкции ей стало тяжелее и тяжелее. Ничего, сегодня тяжелее станет тот, кто эту конструкцию устанавливал. Ждем пока. Отлично. А конструкция в клетке? Конструкция в клетке, она себя трогает. Лицо, рот. Так лучше, Татьяна? Она плачет. Хорошо. Начинаем работать. Сегодня все будет, справедливость будет восстановлена. Не беспокойтесь. Даю команду на счетри. Скэнер сканирует пространство над головой Татьяны, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел Татьяны, находит все. У нее гуманоид. 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 И ящер. Белизард. Инкоп. И все. Чьи-то сапоги? Они все с конструкцией вышли вместе. Чьи-то сапоги? Гуманоиды. Гуманоиды сапоги. Конструкция полностью гуманоиды. И сапоги тоже, да? А, да. Это одно целое. Хорошо. Они соединены все между собой. Хорошо. Какой у нас гуманоид? Откуда гуманоид? Снимаются маски и голограммы. Все сущности предстают согласно своему эфирному коду ДНК. Гуманоид ни при чем. Это кто говорит? Гуманоид по заказу пришел. Пришел с неверой. И ты говоришь, ты ни при чем? Кто вошел в это биополе? Ты или она? Он при чем? Он доказал. Ты исполнитель. Ты будешь нести точно такую же ответственность. Я на работе, как и ты. Ну, твоя работа, возможно, сегодня и закончится вместе с работой ящера. Считай цифру ящера над головой. 342. Он облизывается. А что ты облизываешься, ящер? Что-то вкусное увидел? Питался он. Да, вкусное. Вера, или громче чуть-чуть говорили микрофон в выставе. Ты уже пропадаешь. Сколько ты находился, ящер, в этом биополе? Я ее уже 15 лет использую. У тебя есть контракт на это использование? Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. В моих руках появляется шар с живой плазмой. Один, два, три. Хорошо. Вот мы и дошли до этой точки, ящер. Если ты думаешь, что ты здесь будешь мне рассказывать какие-то истории, а я буду хлопать ушами, ты глубоко ошибаешься. Делю шар на две части. Гуманоид. Ты сейчас получишь свою половину, ящер получит свою половину. После этого заканчивается ваше существование на уровне ДНК. Вы будете полностью иллюминированы. Вам это понятно? Гуманоид ни при чем. Отпусти гуманоида. Что значит? Ящер говорит, что у него очень много желаний было. Ящер, нет таких желаний, которые позволяют такую конструкцию установить в ее биополе. Сегодня я эту конструкцию установлю на тебя. Точно так же. 15 лет ты находился в ее биополе. Сколько гуманоид находился? Столько же или больше? Больше. Гуманоид построил. Гуманоид. Ты это делал добровольно или он тебя шантажировал? Или ты ему должен был что-то? Или он тебя заплатил? Он тебе заплатил. Правильно? Да. Значит ты осознанно все это делал. Значит ты являешься преступником. Для меня нет никакого оправдания. Обращаюсь к Татьяне. Татьяна, вы видите эту ситуацию, вы видите этих двух паразитов гуманоидов и ящерок, которые 15 лет, более 15 лет уничтожали ваше здоровье. Вы хотите дать им сегодня откат и вернуть им эту всю боль за 15 лет, которую вы получили от них? Гуманоид получил часть чьей-то души за этот заказ. А, вот как. Ну все. Гуманоид ни при чем. Сколько находился лизард в этом биополе, усиливающий все в 3 или 5 раз? Что-то он скулит как-то. Правильно он делает, что он скулит. Потому что, если он сейчас не начнет говорить, мне уже не будет интересно, что он там скулит. Я еще раз повторяю свой вопрос. Полтора года. Полтора года. Сколько находился инкуб в этом биополе? Пять лет. Пять лет. Что ты установил на нее инкуб? Есть накидка? Есть. Как она воздействовала на нее? Дела она ее невидимым или вызывала какие-то неприятные чувства у мужчин и у других людей, когда они ее видели? Что показывает, что она потеет от этой накидки? Она потеет от этой накидки. Хорошо. Я думаю, я это читал в описании проблем. Итак, начинаем работать. В процессе работы я буду задавать вопросы. Даю команду тонкой копии Татьяны с проекцией энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкооперационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. Получить от них возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Пока идет реверс, сканер просканирует полонту души Татьяны на настоящий момент. У меня 80%. 80%. Почему эта цифра идет 78-80? Возможно, 2% еще находится в каких-то артефактах типа сапогов или конструкции. Посмотрим, что после реверса придет. Потом измерим. Вы отправляли копии ящер с гуманоидом? Вы делали копии, отправляли их? Продавали? Сколько копий существует? Одна такая красивая. А всего сколько у тебя есть? В моем гареме. И сколько в твоем гареме есть душ, копий? Несчетное количество. Сколько захочу, столько и будет. Число назови, я должен понимать, о чем идет речь. Ты можешь называть фантастические какие-то вещи. Я не обязан на них верить. Я хочу знать правду. Сколько у тебя находится? Количество, ты знаешь? Не знаю. Разные есть. Черные, белые, рыжие. Экран включай, выбираю. А откуда ты выбираешь? Где это выбор находится? На земле или он у тебя находится уже в твоем мире? В моем мире. То есть у вас есть какая-то типа биржи? Где это все продается? Развлечений. Интересно. Биржа развлечений. Биржа развлечений. Реверсакатус. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Татьяна забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Усилий потоки в пятьдесят раз. Ей возвращает свет. Свет. Хорошо. Кстати, с ней он так и договаривался. Когда он сказал про желание, он пришел к ней в виде старца какого-то. И сказал, что я на все твои желания хочу немного света. Во сне. Ну да. И что она ответила? Я уверен, Татьяна даже не знает об этом. Татьяна, вы слышали что-нибудь об этом, что он здесь рассказывает? Вы знаете о каком-то контракте, который про кого-то старца, в виде которого ящик предстал перед вами и предложил ложный контракт? Желания действительно были, но я не заключала осознанно ни с кем контракт. Вы никого не просили, никакие желания вслух не произносили? В космос. Кому? Было конкретно, кому вы молились? Или вы просто отправляли запрос наверх? Как и все Господа. Я спрашиваю, ящер, какое ты отношение имеешь к Абсолюту? Ты возомнился Абсолютом? А разве я не Абсолют? У меня копия, разданная. Да ты что? Из пепла. Чья копия? Из ее биоматериала. А также частица души, вложенная в эту копию. Я питаю. Творцу. Именно так. Хорошо. Посмотрим. Тогда я тоже себя буду считать каким-нибудь похожим, как ты. Потому что я намерен сегодня вернуть эту душу назад, в ее биополе по праву. Если бы ты был Абсолютом, это было бы невозможно. Ее согласие было получено. Мы проверим по контрактам. Этот контракт ложный, он не является осознанным контрактом, он вообще не является контрактом. Ты не в своем виде предстал, ты предстал в виде голограммы. Голограммы. Подсунул. Для меня этого хватает. Для меня тоже хватает тебя уничтожить сейчас. Но я все-таки почему-то с тобой разговариваю. Ты знаешь, все лежит в руках Татьяны. Как она скажет, так с тобой и будет. Скажет, она скину тебя в галактическое ядро, на этом заканчивается вся история. Она пока еще молчит. Я в тебе рекомендовал свою самоуверенность немножко прибрать, пока ты не начал ощущать это на физическом плане, на своем. Она меня боится. Она тебя боится? Она сейчас сегодня будет смеяться над тобой после этого сеанса. Посмотришь. Хорошо, ревер закончился. Начинаем. Инкуб, выходи, снимай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью, ничего не забывая, возвращайся. Доклады о готовности к проверке. Если хоть кто-то что-то оставит, он по каналам сгорит. При проверке она будет проходить сканером несколько миллионов герц. Я вас предупредил. Приступай. Сладость. Сладость. Шоколад. Это сексуальная энергия и ее нехватка. Кто это говорит? Инкуб. Инкуб. Хорошо. Он снял накидку с нее, она как рубашка с короткими рукавами. Понятно. Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо. В сердечной чакре ты сидел? Да, он в сердечной чакре сидел. Он просто скулит какой-то. Неприятно ему от наших энергий. Он боится. Есть основания. Таки, действительно, ящик. Лизард. Хотя ты меньше всех сидел, но другим достанется побольше тебе. Забрался. Хорошо. Гуманоид, на твоей чистоте что-то еще осталось не вытянутым? Ничего не осталось. Сканер, просканируй сейчас. Татьяну. На частотах гуманоида и ящера остались ли чипы, датчики, импланты или конвекторы не замечены. Если такого есть, выводи их сразу. Пошел процесс. У меня есть чип в области шеи. Над ответственной клеткой загорается красный маячок. Ящер. Хорошо. Выводим этот чип. Отправляю его в конструкцию, в клетку-тюрьму. Готово. Готово. Выстраиваю к этому чипу каналы. Реверсом иду весь негатив, который Татьяна получила от него на счет 3, 1, 2, 3. Реверс пошел назад. Весь негатив. Реверсом. Готово. Хорошо. Устанавливаем фильтры золотой сеточки на этот канал. И реверсом забираем из этого чипа. Мощным потоком пошло назад. Знаешь, возвращается энергия по чакрам. То есть, этот чип, он как пульт управления держал все энергетические центры с контролем. Да. Готово. Отлично. Скэнер просканировать сейчас полноту души Татьяны на настоящий момент. 92. 92 процента. 8 процентов не хватает. Хорошо. Идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию Татьяны с гуманоидом, ящером, конструкцией, сапогами, лизардом и инкубом. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100 процентов. Заканчивается автоматически. Она не может рассинхронизироваться с ящером. Не может. Почему? Согласие какое-то есть между ними. Татьяна, я обращаюсь к вам. Вы готовы рассинхронизироваться сейчас с ящером и аннулировать все контракты и договоры после этого? Да, готова. Хорошо. Сформулируйте свое намерение твердое. И я даю команду на рассинхронизацию на счет 3 со всеми интерферентами и их подключками. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Получается? Да. У меня из затылка где-то область шеи и затылок туманом уходит в связь с ним. Готово. Хорошо. Инкуб. Первый раз я отпускаюсь. Если я тебя второй раз увижу в этом биополе, я тебя уничтожить. И это понятно? Я понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба 1, 2, 3. Инкуб уходит на свою частоту, забирает свою накидку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Лизард, я повторяться не буду. Тебя ожидают то же самое. Ты понял? Да, понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизард 1, 2, 3. Лизард забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Давай попробуем отбить каналы, получится или нет. Подхожу к Татьяне, помогая моей энергией отстегнуть ей все каналы, к интерферентам и их подключкам на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Отлетел? Ну не, есть ящер хантомный, но он остался. Хорошо. Переходим тогда на этом месте сразу. К аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями Татьяна должна взять ответственность за свою жизнь в своей руке и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, готова. Я говорю в слухе, тонкая копия повторяет за мной. Я, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У него вышел контракт, он как книга, только она из середины открывается в две стороны. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Внутри власти моего суверенного я, я объявляю собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Он, значит, раскрылся, эта книга, да, и там экран. Экран. И ей показывает ее копия, оттуда возвращается душа, биоматериалы. Хорошо, проверим сколько процентов. Готово. Хорошо, скейнер просканируй сейчас полноту души Татьяны. У меня 100% и этот контракт, он стой стал, скинь его. Открывая воронку в галактическое ядро контракт, фантом контракта, и все отработанные контракты уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Татьяна, пока мы вернули вам 20% вашей души, но у вас уже 100%. Не только это, ей вернулось, ее материал, и он почему-то в ноги вернулся. У нее от сапог были красные ноги, когда они снялись, красные, как больные. И к ногам вернулся. Понятно, поэтому у нее ноги и болели. Хорошо, Татьяна, возвращаемся к нашему разговору насчет отката. Вы хотите вернуть им боль за 15 лет и больше, которые эти два паразита вам устроили. О, да. Отлично. Выстраиваю два канала, один к ящеру, один к гуманоиду. Одеваю конструкцию на гуманоида и даю команду на счет 3. В течение одной минуты пошел откат всего негатива, всей боли за 15 лет, которую получила Татьяна от ящера, от гуманоида и их конструкции. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Пошел процесс. В течение одной минуты все возвращается назад. Всю боль они испытывают. Все эти боли, которые испытывала Татьяна, до последнего. Он, потому что распухает ящер, он и так толстый, начинает как надуваться. Бывает. Чтобы не лопнул. Не лопни ящер. Она не лопнула за 15 лет. Она имеет право вернуть ему всю свою боль. А он имеет право ее испытать. А гуманоид покрывается как экземами коричневыми. Он испытывает то же самое, что он сделал. Это причинно-следственная связь гуманоид. Вот, если бы ты сидел на своей Нибиру, этого бы не случилось. Он говорит, что ему не нравятся эти энергии в теле. Серьезно? Хорошо, я тебе сочувствую. А как ты думаешь, ей нравились твои энергии? Хорошо, снимаю с гуманоида сейчас эту конструкцию, переходит в соседнюю клетку. Хорошо, ящер тоже не треснул. Отлично. Значит, тогда я прошу Ли выйти со мной на связь. Внимательно слушать. Приветствую, Ли. У меня здесь какой-то интересный случай, мне кажется. Ящера, посмотри, пожалуйста. 15 лет он находился. Гуманоид в конструкции с Нибиру. Раньше зашел, заплатил ящер частью души чьей-то гуманоиду. Кроме того, у него есть какая-то биржа в том мире, где он живет, где он покупает себе такие души. Бахвалился этим. Мы вернули стопу. Ящер кричит, чтоб тебя наказали. Ящер кричит, чтоб меня наказали. Да, ты не соблюдаешь законов. Я не соблюдаю. Между цивилизациями. Это мне преступник этот говорит, который в клетке находится, что я не соблюдаю законы. Я как раз тот, кто за этими законами и следит. Ты издеваешься над его телом. Это твое воображение тебе так показывает. У меня стоит человек, ее душа, которая испытывала 15 лет твоей боли, боли от тебя. Давай я заберу и продолжайте работать. Благодарю. Конструкцию уничтожить. Хорошо. Под конструкцией открываю воронку в галактическое ядро. Она уходит на переработку вместе с этими сапогами и на ногах. Закрываю, печатаю, растворяю. Жалуются. Все на меня жалуются. Они переживать будут это. Должно пройти время, чтобы они пришли в свое состояние. 15 лет. Все внутри работать у них еще будет. Конечно. 15 лет пусть поработают. Пусть они получат урок. Готово. Ящерица. Хорошо, поехали дальше. Клетка пустая, да, Верочка? Пустая. Выходит эмоциональный фантом Татьяны. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие аббрационные эмоциональные и эмоциональные фантомы. Фантом выходит. Фантом вышел. Он как больной, светлый, серый. И там, скажу, там много нервозности, как пустоты. Хорошо. То, что у нее не было души, она чувствовала себя неуверенно очень. И от этого у нее был страх, нервозность, уверенности не было и спокойствия. И никакого понимания по причинах этой интерференции. Вы готовы избавиться от этих энергий, которые вы сами сгенерировали, Татьяна? Конечно. Сворачивайте энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро и сбрасывая шар на переработку, закрывая, печатая и растрея. Готова. Поехали по частотам. Готова. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Татьяна, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно. Легкость, которая ушла от меня, вернулась. Уверенность, которая не была, стержнем стоит внутри. Я чувствую свою женственность и красоту изнутри. Замечательно. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok